Сотрудник Министерства туризма, курортов и молодежной политики Крачево-Черкесии Инвер Кипкиев в 2020 году вошел в состав резерва управленческих кадров России. Помимо этого он прошел специальное обучение в высшей школе Государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы в Москве. Инвер Кипкиев успешно прошел все испытания и получил новые знания в плане управленческой работы. С будущим управленцем побеседовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Федеральный резерв управленческих кадров – это возможность начинающим управленцам войти в базу данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов государственных субъектов Российской Федерации. Заместитель начальника отдела молодежной политики Крачево-Черкесии Инвер Кипкиев стал единственным представителем региона, который вошел в состав резерва управленческих кадров страны, проявив свои знания в управленческой области. Из всех органов исполнительной власти местного управления было подано несколько десятков заявок. И из этого числа мне удалось выйти в финал конкурса и тем самым пройти обучение. В 2021 году я буду получать удостоверение о том, что я прошел весь образовательный модуль, прошел курс повышения квалификации. Пройдя все необходимые этапы конкурса, молодой управленец полученную информацию будет использовать в своей работе, чтобы улучшить ее качество. Самый важный элемент данной программы, как утверждает Инвер Кипкиев, это возможность применять на практике полученные знания. В связи с тем, что мы сейчас проходим обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации, мы прошли три образовательных модуля очно и два заочно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Я хочу отметить о том, что была очень классная образовательная программа, нас обучали высокопрофессиональные преподаватели, в том числе сотрудники администрации президента, представители правительства Российской Федерации. С нами встречался заместитель руководителя отдела кадров администрации президента Александр Орехов. «Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно и дальше развиваться», – подчеркнул Инвер. «И сегодня есть масса возможностей для молодых людей проявить свои знания и навыки. Только для этого нужно трудиться и работать над собой», – подытожил наш герой. Али Халеб Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия.